Транспортное кольцо на пересечении улиц Луначарского и Московского шоссе появится уже в этом году. Тогда же автолюбители смогут оценить новую развязку движения, запустят по трём полосам. Ещё один важный для Самары объект – Фрунденский мост – начнут строить в ближайшее время. Подрядчик определится 11 сентября. Решение примет конкурсная комиссия. Стоимость строительства в этом году составит 800 миллионов рублей. Работы продлятся несколько лет. При выделении субсидий из Дорожного фонда муниципалитетам особое внимание уделяется дворовым территориям. Их благоустраивают в первую очередь. На обновление дорог во дворах ежегодно направляют около 300 миллионов рублей. Дворовые территории в приоритете находятся. Но работа в них гораздо кропотливее. Сейчас повсеместно нужно строить и парковки, стояничные площади, парковки строить нужно. Где-то, наверное, и расширять проезжую часть, особо где узкую проезжую часть. Этим занимаемся. В преддверии чемпионата мира по футболу особое внимание дорогам Самары, в том числе главной транспортной артерии города – Московскому шоссе. Дорожное покрытие обновляют на участке от Мичурина до Кольца на проспекте Кирова. На гостевых маршрутах комплексное благоустройство дорог. Устанавливают натуральный бортовой камень, на тротуары укладывают брусчатку. На Московском шоссе и на Новосадовый планируют оборудовать велосипедные дорожки, по которым любители экологически чистого транспорта смогут доехать прямо к новому стадиону. В масштабном ремонте дорог ставку делают на качество. Она позволяет этой технологии материалу служить полноценно. То есть не будет образования калий в несколько сантиметров за первые 2-3 года, 4 года. То, что мы видели и на Новосадово, и на Московском. Каждый год в столице региона приводят в порядок более десятка улиц. В 2015-м из городского и областного бюджетов на ремонт дорог в Самаре направлено около 7 миллиардов рублей. В следующем году областные власти также планируют выделить на Самару немалую сумму. Павел Баймаков, Алина Чемерес, Сергей Баскин. События.